Всем привет! Что интересного сегодня нам подкинул календарь событий, предлагаю узнать прямо сейчас в машине времени. В первую очередь сегодня стоит отметить Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Праздник отмечается ежегодно 3 октября, как в России, так и во многих других странах. Дата не относится к числу официальных, тем не менее медики по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия. Особый акцент делается на подростках. Считается, что праздник появился в конце 19 века в США в знак памяти о Джоне Финче, общественном деятеле, который боролся с пьянством. В России с алкоголем боролись еще в дореволюционный период. Существует даже Всероссийский день трезвости, который с подачи русской православной церкви отмечают 11 сентября. Справедливости ради стоит сказать, что никакая пропаганда здорового образа жизни не сработает, пока человек сам не столкнется с проблемами. Как и любая зависимость, алкоголизм лечится долго и трудно. Прежде всего, это большая психологическая работа с самим собой и с профессионалами. Поэтому врачи рекомендуют избегать нетрадиционной медицины. Дальше речь пойдет об удивительных созданиях нашей планеты. Это ее древнейшие обитатели, у которых даже есть свое царство. 3 октября отмечается День Грибника. Обитатели этого царства живой природы довольно разнообразные. Среди них есть съедобные и ядовитые, встречаются аристократы, например, белый гриб и такие редкие экземпляры, как трюфеля, к поиску которых подключают специально обученных свиней. Сморчки и шампиньоны широко распространены и стоят недорого. Поэтому их часто можно увидеть на обеденном столе. А вот азиатский гриб мацутакая с изысканным сосновым ароматом произрастает только в дикой природе. Чтобы его достать из земли, нужно выкопать целую нору. Цена одного килограмма мацутакэ достигает 5000 долларов. Но гриб это не только блюдо, но и лекарство. В 1928 году Александр Флеминг выделил пенициллин из дрожжевых грибов. Это открытие буквально перевернуло представление о лечении и спасло миллионы жизней. Перейдем к олымской истории. 3 октября 1961 года начались занятия в Магаданском государственном педагогическом институте. Коллектив преподавателей состоял из 17 человек. Трое из них были кандидатами наук. Позже, в 1993 году, на его базе был создан Международный педагогический университет. А спустя еще 4 года его объединили с магаданским филиалом Хабаровского технического учреждения. И появился Северный международный университет. Последнее преобразование случилось в 2007 году, когда его переименовали в Северо-Восточный государственный университет. На сегодняшний день СВГУ это крупнейшее высшее учебное заведение Северо-Востока России. Также сегодня во всем мире вспоминают три буквы, которые спасли сотни тысяч жизней. 3 октября 1906 года был утвержден Международный сигнал бедствия на море, известный как SOS. Случилось это в Берлине на морской конференции с участием 29 государств. Однако еще до изобретения, в конце 19 века, на морских судах уже применялось множество различных сигналов бедствия. Для этого использовались семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Все изменилось с появлением радиосвязи. Первоначально сигнал состоял из букв CQD. Первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя D была добавлена к сигналу, потому что с этой буквы начиналось английское слово Danger, то есть опасность. К этому сочетанию моряки быстро подобрали фразу Calm Quick Danger, что означает в переводе с английского Идите быстрее, опасность. Но на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный вид, поэтому решили использовать последовательность три точки, три тире, три точки. Сигнал выбрали для простоты использования, однако есть версия расшифровки букв SOS. Из них можно сложить фразу Save Our Souls, что в переводе спасите наши души. Надеюсь, нам это никогда не пригодится. В любом случае, теперь мы знаем больше, а об остальном в следующий раз в машине времени. Субтитры создавал DimaTorzok